Здравствуйте! В эфире телепередача Новгородской митрополии. София. Программа о наших истоках. Наши телезрители уже привыкли к тому, что программа «София» выходит в прямом эфире. И даже в самом начале нашей телепередачи я напоминаю всем, кто хотел бы присоединиться к нашей беседе, телефон прямого эфира 67 97 67. И я представляю своего собеседника в студии. Наши телезрители хорошо его знают и Романах, и Григория Побожина. Здравствуйте, отец Григорий. Здравствуйте, Антония Григорьевна. Отец Григорий, завершилась первая седмица Великого Поста. Во всех православных храмах ежедневно читался покаянный канон Андрея Критского. Покаяние, каяться, каяться он в грехах. Вот все-таки суть вот этого молитвенного покаяния в чем? Ну, наверное, весь пост посвящен какому-то самопознанию, углублению в себя, на поиску того, что нам мешает совершенствоваться как человеку в христианстве. И вот этот канон Андрея Критского, его называют еще «Разговор человека со своей душой». Вот тоже как, серьезно? То есть, ну, там, собственно, постоянно идет обращение к собственной душе. Душе моя, покайся и так далее. То есть, предполагается, что это нечто вроде медитации. Ну, в хорошем смысле, то есть, размышления наедине с самим собой о том, кто я есть по отношению к Богу, насколько я далек от него, или насколько близок, особенно за истекший период времени, например, с прошедшего поста и так далее. То есть, именно, что человек в кои-то веки оказывается наедине с самим собой. Ну, православные люди, истинно верующие люди, они ведь регулярно исповедуются, причащаются. Почему приходится на протяжении всей недели каяться в грехах своих? Дело может быть в том, что человек ко всему привыкает, особенно к этой рутине, из которой складывается христианская жизнь. Ну, надо прийти в воскресенье или в праздник, поисповедоваться, причаститься и так далее. То есть, к сожалению, привыкнуть можно ко всему, и поэтому церковь предлагает, ну, вот, например, время Великого Поста, когда особенные богослужения, когда особенные какие-то богослужебные тексты, молитвенные призывы и так далее. То есть, постоянно идет какое-то изменение жизненной конвы, в том числе и богослужебной, для того, чтобы человек немножко встряхнулся. Ну, как известно, Первая Седмица заканчивается праздником Торжество Православия. Сегодня как раз этот праздник. А в чем суть этого праздника? Торжество над кем, над чем? Несколько парадорсальный праздник, на мой взгляд. Потому что, когда говоришь Торжество Православия, произносишь эту фразу, то, оглянувшись вокруг, мы, в общем-то, видим, что о торжестве говорить еще, мягко говоря, рановато. То есть, люди как люди, хорошие, плохие, разные. И, в общем, до того, чтобы нам торжествовать, и вокруг везде было сплошное православие, сплошное христианство, еще очень-очень далеко. На самом деле, имеется в виду некий исторический момент, когда, казалось бы, в церкви после долгих лет и даже столетий раздоров, связанных с активизацией разного рода ересей, вроде бы установился мир, не только на политической арене, но и на религиозной. И вот в честь этого события был учрежден этот праздник. Это ерес с иконоборцами? Закончилась, да, именно ерес с иконоборцами, которая длилась даже, можно сказать, столетия, многие десятилетия. И, покончив, так сказать, с ней, решили, что больше ересей никогда не будет. Ах, как они заблуждались. Ах, как они, что и по сей день? Ну, конечно, всегда есть. Поскольку человек это существо разумное. Ересь это грех? Ересь, если это попытка понять Бога в русской церковной традиции, то это хорошо. То есть ересь буквально значит разномыслие. То есть мое размышление несколько отличается от, ну, скажем, генеральной линии. То есть само по себе это неплохо, потому что это говорит о том, что этот человек вообще склонен мыслить. Но если он свою ересь или разномыслие противопоставляет церкви, причем активно и на каждом углу, то тем самым он себя исключает из церкви. Но это уже грех. Ну да, заканчивается это плачевно. Почему все-таки я акцентирую на этом слове? Поскольку то, о чем мы говорим с отцом Григорием, очень созвучно теме нашей, о которой будет заявлено чуть позже. Сначала мы предлагаем вашему вниманию нашу традиционную рубрику «Жизнь новгородской митрополии». В конференц-зале Новгородского Свято-Юрьева монастыря 14 февраля прошла конференция по вопросам взаимодействия новгородской митрополии и главным управлением МЧС России по Новгородской области. Известно, что в 2010 году было подписано соглашение между МЧС России и Русской Православной Церковью о взаимодействии в области оказания помощи пострадавшему населению в чрезвычайных ситуациях. Целью этого взаимодействия является координация совместных действий по оказанию помощи пострадавшим людям. На основании данного соглашения Русская Православная Церковь обязуется оказывать духовную и психологическую поддержку пострадавшим, организовывать пункты оказания помощи сёстрами милосердия и добровольцами, организовывать сбор, доставку и распределение гуманитарной помощи, собранной прихожанами храмов. Данная конференция стала одним из направлений взаимодействия Новгородской митрополии с МЧС России по Новгородской области. Уже ряд встреч по линии отдела образования и по линии отдела по взаимодействию с вооружёнными силами состоялись. И вот, в общем-то, по инициативе даже сотрудников МЧС по Новгородской области проходит и нынешняя встреча. Она важна, потому что тема года, которая была заявлена, она очень актуальна. 1917-2017 уроки истории. И всем нам важно вместе обсудить наиболее актуальные вопросы, касающиеся именно этой темы. Очень много ожидается. Прежде всего, по отношению к сотрудникам, это духовное окормление верующих сотрудников. Для сотрудников, безусловно, это приобщение к истокам нашей культуры, истории и духовности. Сейчас мы живём в эпоху, которая иногда еще принято называть вторым крещением России. Так вот, я думаю, что нам всем с вами необходимо отдавать отчёт о том, что мы все должны приложить максимум усилий, чтобы первое решение России не было бесплодным сегодня для нас, для нашей церкви, для нашего Отечества. Курсы по истории и культуре православия планируется ввести в высших учебных заведениях МЧС России. Создана рабочая группа по реализации этого проекта. 23 февраля в Новгородском Софийском соборе вспоминали новгородскую святую благоверную княгиню Анну. Её мощь упокоится в новгородском храме Святой Софии при Мудрости Божией. Она была матерью семерых сыновей и трёх дочерей. Особенно известен её сын Владимир, новгородский князь, устроитель Софийского собора в Новгороде. Он, по примеру своего отца Ярослава Мудрого, как и в Киеве, построил в Новгороде кафедральный собор во имя Святой Софии. Княгиня Анна при жизни прославилась своей добродетелью и благочестием. В XI веке русское государство играло значительную роль в жизни Европы. И в этом была немалая заслуга новгородской княгини Анны. Преподобная великая княгиня Анна, ты оставила Иси Отечество Своё, и вселилась в землю русскую, и великие труды подъяла Иси во утверждение державы. О, преподобная Мать, богомудрая Анна, благодатья Те заименитая, ты сияющий в земле нашей чудес благодатью, ты, Иси, молитвенца о всех людях российских, услыши нас, молящихся Тебе, ажи боегрешные и сьмы, но с верою притекаем к честным Твоим мощем сокровищу великого Новограда. И погибающие наши души оживи, просвети наши очи сердечные, и вторгни из глубины греховной, и на путь покаяния настави. Имя святой благоверной княгини Анны носит Сестричество Милосердия Новгородского общества православных врачей, председателем которого является протеерей Алексей Борискин. По окончании богослужения митрополит новгородский Старорусский Лев поблагодарил сестер Милосердия за их труд и благословил очередных выпускниц на предстоящее добровольное служение. У каждого своя дорога к Богу, и в Сестричество тоже, у каждого своя дорога. Дела милосердные, помощь нуждающимся, у кого-то больные родственники, кто-то болеет сам, у кого-то проблемы какие-то, поэтому нужно людям помогать. На курсы поступить было очень легко, пришли на организационное собрание, побеседовали, если почувствовали в себе силы, то, конечно, записались на курсы, научили медицина и православие. Это вот два направления основных. Что давалось сложнее, что проще? Знания давались легко, сложнее давалась моральная сторона, да, потому что видеть нуждающихся, страждущих очень тяжело. Я студентка четвертого курса, учусь на факультете лингвистики в нашем университете Новгородском. А почему решили стать сестрой милосердия? Ну, я еще на первом курсе увидела наборы объявлений, но объявления о наборах, но, к сожалению, тогда я не успела, в этот раз я тоже подопоздала, но когда позвонили, мне перезвонили, сказали, что, конечно, приходите, поэтому, собственно, я туда и пошла. А почему появилось такое желание вообще стать сестрой? Ну, мне на самом деле всегда была интересна медицина, и так как уже свою профессию я выбрала, что хотя бы нагнать немножко, и тем более дела милосердия, это все очень интересно. Святая, благоверная, хренинья Анна, на революбе от нас! В церкви Успения Божьей Матери в Колмово иногда на воскресных богослужениях можно слышать церковное песнопение воспитанников воскресной школы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне пресне и по веки веков, аминь! Агиос, Афиос, Агиос, Агинь! Агиос, Афанан, Агинь! Агинь! Эй, 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 кисонный маст! Алифсина Никитина руководит детско-юношеским вокально-хоровым коллективом Небесной ласточки при Успенской воскресной школе. Задача каждой приходской школы углублять религиозное воспитание детей, начатое в семье, Ведь степень религиозности человека во многом обусловлена его воспитанием в детстве, что непременно сказывается на характере человека. 26 февраля в новгородском Успенском храме молились взрослые и дети. По воскресным дням сюда приходят семьями. Это было последнее воскресенье перед началом Великого Поста. Церковь в этот день напоминает нам об изгнании Адама и Евы из рая за непослушание. Также этот день именуется прощенным воскресеньем. Мы еще молимся о силности жизни, мире, здравии и спасения, посещении и прощения, стране и львов, дорогих Божьих, братьев и храмов и святых храмов, и всех, где предстоящих молящихся, всех, где жаль, и навык, я езжу в прожить и лето жить, и я ищу. Мы еще молимся за всю праздник и за вся христиан. Субтитры создавал DimaTorzok Сообразно с евангельским чтением христиане имеют благочестивые обычаи просить друг у друга прощения грехов, ведомых и неведомых обид. Чтоб весна пришла скорее, чтоб зима ушла быстрее, хоровод надо водить и морозы проводить. Это также последний день Масленицы, один из самых древних славянских народных праздников. Это обряд, посвященный проводам зимы и радостному приветствию весны. Уже второй год подряд наш приход традиционно проводит праздник Масленицы для детей прихода, прихожан, учащихся в воскресной школе, молодежи и жителей нашего микрорайона Северный. Мы стараемся, чтобы люди узнали о Масленице именно с православной точки зрения. Ведь, если мы посмотрим, то зачастую городские Масленицы проводятся с элементами языческих пережитков различных. Это и сжигание чучела, и многие другие обычаи. Но, а мы стараемся показать Масленицу со стороны церкви. Игры древнерусские, народные. Это и удочка, и притягивание каната, и снежный ком, и обнималочки, и многие другие. Вы должны взять снежок, ады по снежку, и попасть в ведро. Здравствуй, милая весна, мы с тобой соседствуем. Здравствуй, красная весна, мы тебя приветствуем. Здравствуй, милая весна, мы тебя приветствуем. Итак, сегодня мы будем говорить на тему о последствиях грехов. Тема очень актуальная. Присоединяйтесь к нашей беседе. Телефон прямого эфира вы видите на своих экранах. 67, 97, 67. Грех, насколько мне известно, отец Григорий, означает, в переводе на наш современный язык, промах. То есть что-то сделано помимо цели. Все-таки, может быть, есть какое-то более правильно, более детальное трактование по этому понятию греха? Ну, конечно, существует целая церковная наука, аскетика, которая на все лады трактует это понимание. Но я тоже предпочитаю начинать с этимологии слова, то есть с истории его возникновения. И имеется в виду, конечно, соответствующее греческое слово, амортия, которое предполагает... Амортия? Амортия, да. Непопадание в цель, промах, как вы верно сказали. И это очень емкое понятие, на самом деле, потому что оно, во-первых, подразумевает для начала некое действие, которое человек собирается сделать. Но просто это действие не совпадает с его намерениями. Это второй важный момент. Ну и третий важный момент, собственно, само непопадание. Почему эти три момента важны? Потому что грех невозможно совершить помимо воли. То есть вот ты что-то делаешь, и вот тогда совершаешь грех. А второе, что ты, может быть, даже подразумеваешь какие-то добрые намерения, но получается какая-то ерунда, потому что ты не совсем разобрался в своих изначальных мотивах. Ну и, соответственно, потом наступает непопадание, человек испытывает разного рода такие эмоции, типа печали, расстройство, раздражение, ну или, как говорят психологи, фрустрация, а потом и депрессия. А история греха? История греха, понятно, это связано с Адамом, Емом, родителем. Да, Адам, Ева, да, и нарушение заповеди. Отсюда уже можно, так сказать, вывести, ну, условно говоря, церковное или религиозное христианское обозначение греха как нарушение воли Божьей. Или несоответствие поведения человека, всего его разумного устроения, несоответствие его воли Божьей. Отец Григорий, история человечества измеряется тысячелетиями, вера христианская, два тысячелетия ее возраст. Казалось бы, в руках каждого из нас и опыт жизненный, и правила христианские, то есть все это готово нас направить на путь правильный, истинный, чтобы не было никакого промаха. Почему? Был, есть, остается грех в нашем мире. Наверное, потому что христианство и церковная жизнь – это не компьютерная игра, в которую можно подключиться и, выучив правила, поступать правильно или неправильно. То есть это очень механистическое понимание церковной христианской жизни. На самом деле, то есть прежде чем нам исполнять, ну, например, заповеди, прописанные в Евангелиях, предполагается, что мы эти заповеди полюбили, то есть вдруг почувствовали их родными своему сердцу. И поэтому уже размышления о грехе становятся несколько более понятны в контексте того, что я нарушаю сам то, что мне мило и близко, и испытываю от этого все эти негативные чувства. Ну, это нужно еще понимать, осознать, что я нарушаю. Отец Григорий нам позвонил через зритель. Добрый вечер, мы вас слушаем. Алло, добрый вечер. Скажите, пожалуйста, вот у меня муж крещеный, значит, и как бы вот ему тяжело крест носить. Что мне с этим делать? Что ему с этим делать? Нательный крест имеется в виду? Да. Вот я хотела батюшке задать этот вопрос. Покрестился, а крест нательный, к сожалению, ему сложно носить. К сожалению, покреститься это более чем недостаточно для того, чтобы стать христианином. Я понимаю, что это беда в масштабах всей Русской Православной Церкви, как минимум, и всей российской действительности. У нас огромное количество человек, большая часть христиан, являясь крещенными, по сути, христианами-то не являются. Но существует поверье, что достаточно креститься для того, чтобы хоть в какой-то мере все равно стать христианином. Отсюда все такие беды. Я не могу носить крест, я его постоянно теряю, и со мной что-то происходит, у меня всякие депрессии, как я уже выше сказал, всякая печаль непонятная. То есть для того, чтобы какие-то вещи перестали в жизни случаться, которые мы, условно говоря, называем грехами, не совсем правильно, забегая вперед, скажу я, нужно все-таки стать осознанным христианином, по крайней мере, вступить на этот путь. То есть какой бы совет вы дали телезрителям? Вот и мой совет. То есть быть поближе к церкви и ближе к христианству. То есть выяснять основы своей веры. Но для этого нужно сначала возыметь к этому желание. Ну вот в одной из программ, кстати, очень так это уместно было сказано, кратко и уместно. Крещены, но не просвещены. Да, Россия крещена, не просвещена. По-моему, один некий историк сказал. То есть нужно больше все-таки читать, узнавать, интересоваться, и тогда не будет проблем носить крест. Нет, проблемы-то может будут, но если что-то делать, то делать вот это. Но уже не с ношением креста будут проблемы какие-то другие, потому что в совершенствовании человека он все-таки сложный, тернистый. Согласитесь с тем, что искушение вокруг моря. И вот, кстати, я бы хотела продолжить с вами беседу на то, что, вы говорите, если человек осознает свой грех, а если он совершил грех и не понимает, что он его совершил, ему говорят, вот тут ты неправда, неправильно сделал, а он все-таки продолжает оставить свою позицию. Что так и оставлять его в таком положении? Ну, конечно, мы сейчас говорим абстрактно, тут всякие бывают ситуации, но если что-то происходит, что для окружающих очевидно, а для него нет, то задача окружающих позволить ему это осознать разного рода способами. Каким образом? Да, вот какие-то разные способы. Ну, способов тут море. Ну, хотя бы такие самые актуальные. Самый актуальный в истории способ – это инквизиция, конечно. Нет, не будем. Конечно, мы этим не будем заниматься, но зато самый актуальный. Ну, для того и существует вот наше личное совершенствование, так сказать, во Христе в церкви. То есть, если человек продвигается во Христе в церкви, становится все более совершенным, то он найдет способы для того, чтобы каким-то тем или иным хитрым образом донести до человека благую мысль. Конечно, если он совсем уж упертый, то не получится, но уж точно не нужно устраивать такие дискуссии, которые бывают в социальных сетях, где люди ругаются друг на друга, разрывают отношения, снова сходятся, мирятся. Конечно, все это, такой вот ажиотаж вокруг того или иного поступка человека, он неуместен. То есть, здесь должен быть какой-то тихий разговор. Да, я сам знаю, что вот я сам не очень. Действительно, глаза в глаза беседа нужна. Она более, скажем, живая беседа. Живая, да. Да, это здоровый разговор. То есть, точно не стремленный. Когда под каким-то псевдогемом, там что-то, друг другу пишут какие-то неприятные вещи, то есть, грех, он только нарастает от этого. Да, то есть, пытаясь на кого-то криком переубедить человека, конечно, ничего не получится. Ну, я еще раз напоминаю нашим телезрителям телефон прямого эфира. 67 97 67. Звоните. Тема очень и очень важная. Отец Григорий, ну вот есть, конечно, правило, правило, нарушая которое, человек понимает, он совершает грех. В христианском мире понятно, это заповеди. Но помимо заповеди, есть еще вот какие-то такие христианские законы, которые регулируют, направляют человека на путь правильный, дабы он не грешил. К сожалению, существуют все эти правила, да и, собственно, даже прописанные заповеди существуют, они написаны в Евангелиях. Почему, к сожалению, да, кажется, странно. Но я, кажется, уже говорил, что вот, если бы у нас закон христианский был написан в сердцах, нам не нужно было бы ничего писать. То есть, мы, однажды почувствовав тягу ко Христу и развивая эту тягу в себе, обнаружили бы некую мистическую связь с Богом. И то есть, нам не нужно было бы объяснять, что такое хорошо и что такое плохо. Нам бы совесть, которая становилась бы понемногу все более христианской, подсказывала, что же нам делать, что такое хорошо и что такое плохо, и что нам делать в той или иной ситуации. Но, к сожалению, поскольку все чаще встречается ситуация, что человек формально принадлежит к церкви, но никаким образом не принадлежит к Христу, и никакой связи со Христом у него нет, к сожалению, ему нужны вот эти внешние правила, которые ему церковь, ну что делать, подготовила. да уж, пожалуйста, читайте Евангелие, вот тут написано, не убей, так изволь не убивать. Вот тут написано, например, снимай шапку в церкви, так изволь снимать. И человек думает, ну, вроде как так принято, я буду так делать. Это полумера, конечно, потому что человек, не понимая, исполняет. И если он самые главные вещи так и не поймет, но будет исполнять, то в какой-то момент в нем случится некий внутренний конфликт, который приведет к бунту. И мы это наблюдаем, как я тоже, как-то у нас была передача, в подростках, которых за руку, против воли зачастую, будя их рано утром воскресенья, таскают в церковь. А когда им исполняется 12, 13, 14 лет, ну, может быть, 16, они просто бунтуют и уходят из церкви. Отец Григорий, ну, чтобы человек правильно понял, что он нарушает это правило, это же далеко не всегда обязательно, чтобы кто-то ему сказал. Наверное, все-таки должен человек как-то сам осознавать, что он делает. Он говорит, анализирует свои поступки. Ведь любой грех начинается. Ага, я подумал, в смысле? Сначала мысль, это начало греха. Потом он как-то эту мысль озвучивает словами, предложениями, какую-то ситуацию обрисовывает. А потом уже вот по этому заданному озвученному плану уже начинает действовать и совершает сам грех. Когда он его совершил, и вот чувствует, что что-то не так, потому что грех – это безнравственность. Безнравственность. Грех, ну, чаще всего в людской жизни, так сказать. Большой, малый – это все-таки безнравственность. Что такое нравы? Нравы – это отступление от каких-то общепринятых правил. Значит, если я какое-то правило нарушил, я совершил безнравственные поступки, говоря по церковному, совершил грех. А нравственность и здоровье, как я где-то однажды прочитала, сейчас не вспомню, где, взаимосвязаны. Таким образом, если мы грешим, мы сами приносим вред своему здоровью. Задумайтесь над этим. Это действительно закон, и он работает. Поэтому зачастую приходится слышать, у меня такие проблемы со здоровьем, эдакие, сяки и так далее. А вы задумайтесь, а насколько вы безнравственны, сколько грехов вы совершили. Может быть, наступила пора исповедоваться, причаститься и не изредка ходить в храм, а почаще. И не просто быть захожанином, как есть такой термин, очень интересно, а быть действительно прихожанином, частью общины. Отец Григорий, ну, все-таки тема нашей передачи сегодня о последствиях греха. Давайте все-таки больше сделаем акцент на этом. Ну вот вы уже, собственно, вошли. Потихоньку мы перешли к этому. И все-таки, начиная говорить на эту тему, мне бы хотелось телезрителям привести совершенно банальные примеры, бытовые, с которыми мы сталкиваемся довольно часто. Что же все-таки зачастую мы творим, не осознавая, что это грех? Это человек верующий, потому что наша программа для людей верующих, для тех, кто хочет верить, для тех, кто с уважением относится к православной вере. И я бы хотела буквально вот эти, ну, скажем, житейские бытовые примеры, когда человек отступает от церкви, привести. У меня в руках книга Любови Семеновой, она называется «Дорогу осилит идущий». И вот тут вот буквально вот эти самые простые житейские ситуации, как мы гречим, не замечая того, отступаем от этих правил. Что мы говорим в оправдании себя? Да у меня грехов-то нет. Приходите, слышите такую фразу? Частенько. Ну, да. А есть ещё и такой пример. Зачем каяться? Всё равно опять согрешим. Ну, да. Ну, вот это такой перечень бытовых грехов, с которыми приходится сталкиваться. Довольно часто люди в оправдании говорят такие вещи, приводят, как я сейчас перечислила. Отец Григорий. И всё-таки о последствиях греха, если говорят, наверное, есть смысл остановиться на том, что есть какие-то определённые, ну, не хочу сказать слово, стереотипы, а виды, последствия, когда человек постепенно впадает в грех. Вот я читала в интернете, на православном сайте одном, о том, что начинается всё это буквально с того, что человека покидает слава Божья. Штука слава Божья. Да. Трудно сказать. Сила Божья, сила, сила Божья. Потому что всё-таки любой человек, он бессилен, у него не всегда хватает, скажем так, уверенности в чём-то. И если он чувствует, что ему самому трудно справиться, значит, наверняка просто он выстроил какую-то длинную дистанцию между собой и Богом. Ведь Бог всегда помогает, он готов помочь в любой трудной ситуации, если мы к нему обращаемся, просим его о помощи. И когда человек выстраивает сам эту дистанцию между собой и Богом, вот тут как раз и происходит вот этот самый первый шаг. Человека покидает сила Божья, слава Божья. Нам позвонил телезритель. Добрый вечер, мы слушаем вас. Добрый вечер. Здравствуйте. Мы слушаем вас. Ваш вопрос, пожалуйста. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. А скажите, пожалуйста, гнев является грехом? Что является? Повторите, пожалуйста, ваш вопрос. Гнев. А, гнев. А, гнев, конечно. Ну, в общем, конечно, гнев является грехом. Если человек не контролирует свои чувства, то обычно потом происходит сожаление о предпринятых под влиянием гнева действиях. Чаще всего гнев. Ну, конечно, есть понятие праведного гнева. Иногда, собственно, приводят пример Христа, который разогнал торговцев в храме. Но чаще всего мы оказываемся в ситуации, когда гнев, отнюдь, неправеден. Ну, вот, кстати, еще на одном православном сайте я прочитала. Во гневе у человека усиливается кровообращение. И вот в такой вот, скажем так, физиологической ситуации он плохо себя контролирует. Он может совершить немало грехов. То есть за одним грехом последует другой. У нас еще один звонок от телезрителей. Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. Елена Вячеславовна из Великого Новгорода. Вот вы сказали про крещение. Ну, крестят младенца, который еще ничего не осознает в том, что он христианин или нет. Но на каком-то моменте, будучи там подростком, вот он приезжается, он видит там алкоголь, наркотики. И он крестился, он захотел попробовать, и отсюда все вытекающее. Вот как он может быть до конца христианином, если он попробовал наркотик, убил, совершил блуд, своровал. Вот как? Ну, не совсем понятно, что имеется в виду, Анталья Георгиевна. Может, мне поможете? Ну, по-моему, на начало, вопрос с начала того, что малого ребенка крестят, когда он еще ничего не понимает. Ну, да, да, да. По вере родителей. Да, по вере родителей. И предполагается, что родители потом дадут человеку христианское воспитание. Точнее, даже лучше так сказать, он, живя в христианской семье, не формально, а действительно христианской, то он, ну, так же, как он вырастет русским, например, человеком, владеющим русским языком, ну, как родным, естественно, как родным, так сказать, как сказать, становясь взрослым, взрослея именно в этой культурной ситуации, точно так же, как он приобретает какие-то культурные навыки, так же он приобретает и религиозные навыки. Ну, я полагаю, что крестный отец или крестный мать берут на себя ответственность. Ну, на самом деле, сейчас это формальность. Хорошо бы лучше породить или физиологически этим заниматься. Своим примером, кстати, да. Ну, и так же в этом вопросе прозвучало о том, что однажды совершил грех, там что-то вроде связано с наркотиками, а потом, возможно, человек покаялся. Как вот дальше ему, он считается грешником или? Ну, как, если человек, то есть покаяние – это перемена жизни. Человек осознает, что предыдущий этап его жизни не соответствовал его же внутренним убеждениям, то он просто перестает менять свою жизнь и продолжает жизнь, или начинает ее заново с чистого листа, ну, принеся покаяние. Ну, вот только что я прочитала «покаялся, совершил грех, покаялся». Можно опять совершить грех, покаяться. Ну, так если речь вот о неискренности, а о какой-то игре с Богом, ну, что это, это ерунда какая-то. Ну, вообще, на такие вот реплики вообще невозможно отвечать. Это есть просто целая категория людей, которые задают вопросы священникам, которые повергают их в ступор. Например, вот известная шуточка, батюшки обращаются, батюшка, у меня зубы болят, можно ладан пососать? Ой, не могу, это уже смешно. Ну, да, это смешно, а на самом деле сказать-то нечего. Ну, пососи, я не знаю, что там. Может, поможет. К стоматологу нужно идти. Ну, вообще-то да, к стоматологу. Ну, как раз мы с вами начали перечислять вот эти последствия греха. Значит, когда человек сам выстраивает дистанцию между собой и Богом, это первый шаг, когда он это совершил, это уже как бы начало его греха. Далее, как я читала об этом, что есть даже такие моменты, когда человек начинает уклоняться от Бога. И, ну, в каком смысле, не ходит в храм, приводит какие-то, вот как я прочитал только что, бытовые вот эти оправдания, почему он не приходит в храм. Таким образом, он становится уже не прихожанином, а захожанином. То есть, эта дистанция еще более удаляется. Он избегает уже Бога. Его грех, как говорится, уже в объеме своим как бы увеличивается. Это речь идет, в общем-то, о чистой психологии. То есть, если тебе Бог более неинтересен, церковь неинтересна, ну, встань и выйди. А зачем ты, собственно, оправдываешься? Если ты оправдываешься, значит, чувствуешь себя, ну, виноватым. Но если виноватым, то давай тогда, ты признай это, и мы будем с этим работать. Ну, чтобы он признал, нужно помочь ему, конечно. Ну, указать хотя бы вот что. Смотри, ты оправдываешься, ты уже не прав. Это хорошо, что если рядом есть человек, которому укажут, подскажут, причем очень деликатно, в агрессивной форме. У нас есть еще один звонок, отец Григорий, мы слышим вас, добрый вечер. Добрый вечер, мы слышим вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Это я из Великого Новгорода, звоню Тамара Петровна. Очень приятно. Вот у меня такой вопрос. Вот у меня такой вопрос. Вот исповедь, я иду на исповедь, и покаяние есть. Вот как отличить, вот правильно ли, вот я не понимаю, как. Ну, вы приходите на исповедь, то есть на чин исповеди с тем, чтобы совершить покаяние. То есть обычно так. То есть исповедь это просто что-то, это некий чин, совершаемый в церкви. А покаяние это то, что происходит у вас в душе, но на внешнем уровне реализуется вот в чине покаяния, скажем так, наверное. Если коротко. Конечно, там можно еще. Но мы опять продолжим говорить о грехах. Значит, человек удаляется от Бога, становится уже захожанином в храм, не прихожанин, захожанином. И далее, несомненно, в его жизни, это же как бы закон Божий наступает, что у человека начинает одолевать страх. Страх – это когда сам я, предположим, если я говорю о себе в этом случае, я начинаю бояться, что все окружающее меня и люди, и прочие обстоятельства, они настроены против меня агрессивно. Вот это чувство страха, оно как раз и подталкивает человека к греху. Как-то очень витиеватое мысль. Витиеватое, да, я хотел сказать. Но это как раз, опять-таки, это все лично от человека зависит. Сначала он выстраивает сам дистанцию большую. Ну, я, наверное, так скажу, что человек, если как бы, ну, у него происходит какой-то кризис мировоззрения, ну, скажем, мы говорим, ну, вот церковь ему вдруг перестает быть, ну, родной, да, с возрастом. Он понимает, что он там теряет время, и лучше бы заняться чем-то другим. Но вот этого чего-то другого-то еще нет, образуется некий вакуум, пустота. И вот это вот межвремение, то есть, приводит к некой внутренней разбалансировке. И человек в этой ситуации оказывается уязвимым для, да, видимо, вы это имеете в виду, для различных негативных эмоций и каких-то необдуманных поступков. И в таком состоянии действительно он начнет бояться все, что происходит вокруг него, он считает, что все это против него настроено. Ну, это следствие общей разбалансировки, я думаю, что как это проявляется индивидуально, зависит от личности. Так или иначе, это скажется на его физическом состоянии, это может привести к болезни. Я бы, Наталья Георгиевна, не акцентировал внимание на вот этой связи между духовными болезнями и физическими, потому что это очень опасно. Потому что это, ну, проще говоря, это недоказуемо. А следствие от этого может быть негативное, потому что человек вдруг перестанет грешить, ну, под влиянием разных факторов, вдруг захочет вести правильную жизнь. А здоровье не наступит. И он скажет, обманывают попы. И Наталья Георгиевна тоже обманывает. Ну, я на этом не утверждаю, я просто привожу пример, вы можете оппонировать. Это, скажем так, есть такое мнение, но непроверенное. Лучше на нем не застрять внимание. Ну, вот, продолжая наш разговор о грехах, я бы хотела привести буквально цитату, очень интересную цитату из книги «Слово о вере» митрополита Клемента. Очень интересно он пишет о грехе. Человек, совершив один раз грех, становится инфицированным грехом. Излечение от греха требует многих усилий. Вы согласны с этим? Ну, смотря какой грех, конечно. И вот мы, кстати, приходим к определению греха, который определить очень трудно, потому что если вот в таких книжках люди считают грехом, ну, практически все, что угодно зачастую. Не знаю, от убийства до того, что стирать воскресный день, это грех. Хотя с точки зрения нравственности это вообще ни о чем. Просто-напросто. Поэтому, видимо, митрополит говорит о чем-то важном. Человек что-то нарушил, ну, не знаю, убил, да, или что-то. Однозначно, где ты речь о человеке верующем. Да, даже верующем, но я думаю, что когда речь идет о каких-то глобальных заповедях, они все-таки написаны не для только верующих людей, а эти заповеди, они, ну, скажем так, прописаны у каждого в сердце. То есть не убей, не прелюбодействуй, не укради. Все знают, что это плохо. Это в уголовном кодексе написано. То есть так или иначе это отображено там. И когда человек совершает то или иное противо, даже не против Бога направленное действие, а против общества, против человека, он все равно, конечно, будет испытывать глубокий внутренний разлад с собой. Единожды солгав, единожды убив, там, украв или еще что-нибудь, человек очень сильно меняет себя в плохую сторону. Даже если он об этом грехе не скажет никому, он будет сам понимать, что он сотворил, то есть он остается один на один собственной совестью. Об этом книге пишутся, но преступление и наказание. Достоевский уже все написал. Нам остается только, в общем, прочитывать вновь и вновь это произведение. Представляю цитату Митрополита Климента. В наше время понятие греха сильно завуалировано и размыто. Грех имеет особую привлекательность. То, что считалось беззаконним и стыдом, несколько десятков лет назад, сейчас называют свободой самовыражения. Человек может делать, что хочет, но не может делать то, что должен. Он получил свободу, но не научен ею пользоваться. Ну, с последним доводом я соглашусь, безусловно. А чуть выше, там, конечно, есть о чем поговорить. Давайте поговорим. Конечно, да, свобода, она всегда должна быть для чего-то, а не от чего-то. То есть свобода от чего-то, это эмансипация. То есть ура, это как эти, в школе отменили уроки, радостные школьники разбежались по соседним дворам, там, не знаю, пить, курить, там, развлекаться тем или иным образом. Но свобода должна быть для чего-то. То есть я, у меня освободилось время, я его чем-то занял полезным, скажем. Полезным не для какого-то дяди, вот это вот должен, мне не очень нравится. В отношении христианства, кому ты должен, Богу должен, как-то странно, то есть какому-то человеку, ну, как-то, тем более странно. То есть мы добровольно выбираем вот этот путь христианства, для того, чтобы по нему добровольно и радостно следовать к Богу. Какое радостное мне нравится, действительно, как-то зачастую, что это какая-то грусть, серьезность, печаль. Грусти у нас и серьезности более чем достаточно. Хочется ее очень разбавить. Вот именно основа христианства – это радость. Я сам выбрал этот путь. Еще раз повторяю. У меня не все получается. Не всегда у меня получается делать что-то радостно. Но то же самое происходит и, ну, не знаю, с какими-то нашими увлечениями серьезными здесь. Например, я хочу стать, ну, не знаю, врачом. Вот сюжет у нас был о врачах. Ну, я пошел учиться, и у меня не все получается. Я не сдал какой-то экзамен, мне не дается какой-то предмет, у меня пересдача, я там сижу по ночам, мне неприятно, испытываю дискомфорт, но я все равно же хочу стать врачом. Я все равно все делаю для того, чтобы подчиняю свое свободное время, отодвигаю какие-то свои развлечения, но я продолжаю работать, 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 потому что я очень хочу стать врачом. То же самое, я очень хочу стать хорошим христианином. Но не всегда у меня это получается. Но это не значит, что я скажу, фу, это не для меня, и уйду. Ну, так может получиться только если я и не хотел быть христианином, а я был кому-то должен. Родителям, друзьям, родственникам, какому-то своему представлению о Боге, который злой меня накажет, если я не буду к нему идти. То есть, если я кому-то должен, то этот долженствующий христианин хорошим христианином не станет. Ну, как известно, грех – это все-таки зло, это, скажем так, неверное поведение, неверный поступок. И, кстати, митрополит Климен говорит, грех никогда не приносит доброго плода. Об этом говорит Христос. Это как раз Евангелие от Матфея. Не может дерево худое приносить плоды добрые. Так вот, чтобы действительно как можно меньше было греха в мире нашем, давайте все-таки мы с вами ограничимся хотя бы обществом православных людей, чтобы там было меньше греха. Вот что всем нам, и служителям церкви, и прихожанам, ну, всем, кто имеет, скажем так, искреннее отношение к вере, что нам нужно для этого делать, чтобы не было все-таки греха? Что? Слушать друг друга. И слышать. И слышать, естественно. И стараться понять. Да. И понять, чтобы это был действительно диалог на равных, а не так, что одна сторона агрессивно оставит свою позицию, другой аргументин, другой, диалога в такой ситуации никогда не будет. Конечно, да. Вот я как раз вот уже сегодня в нашей беседе упомянула, что как раз вот градация, с чего начинается грех? Мысль сначала возникает, слово потом как-то озвучивает он как-то. Ну, да, это такая аскетическая триада. Вот на каком из этих этапов можно человека остановить? На каком из этих этапов? Да, в общем-то, на любом. И поскольку существует покаяние, можно и даже и после совершения греха. Когда человек о чем-то думает, еще на этом этапе вряд ли мы можем прочитать мысли. Мы такими как... Но если он не захочет поделиться, а тут опять надо... А если поделиться, это уже слово. Надо создавать атмосферу, чтобы человек хотел поделиться. Вот о чем как раз хочется сказать. Как можно чаще разговаривайте с людьми умными, разумными. Обращайтесь к духовникам своим почаще все-таки, когда вам трудно принять то или иное решение. Ну, я сейчас уже как батюшка начинаю обсуждать с Григорием. Я уж боюсь уже, думаю, вмешиваться. И тема нашей передачи сегодня о последствиях греха. Все-таки, если человек не понимает, ему трудно осознать, что он грешен, что все-таки в итоге может произойти с этим человеком? Вот я не понимаю, трудно осознать, что он грешен. А бывают такие люди. Он говорит, нет, я прав. Нет, они бывают, говорят, и что им трудно осознать, и бывают, что прав. Ну, так я предлагаю, друзья мои, разберитесь с тем, в чем вы точно не правы. Что вы знаете за собой, что вы точно, вот это является грехом. Ну, или, то есть, что вас в вашей жизни внутренне не удовлетворяет? Что бы вы хотели изменить к лучшему? Что бы вы хотите дискомфорт в вашем душевном состоянии? Ну, если он есть, конечно. Дело в том, что когда у человека нет дискомфорта, человек, который не считается грешным, он, в принципе, и не придет в церковь. Ну, не надо, у него какие-то свои проблемы, свое мировоззрение, свой путь, в конце концов. Но люди-то приходят в церковь, значит, что-то не так, они ощущают в своей жизни какой-то дисбаланс, дискомфорт, как вы говорите, да. Ну, так давайте поговорим о вашем дискомфорте. Не спрашивайте у меня, грех это или нет. Я хочу узнать, что по-вашему является грехом, потому что только с этого мы можем начать. А сейчас я вам выложу список грехов, как карты Таро, и что? Как я его сейчас только что прочитала, так он на бытовом уровне, что люди считают грехами. Отец Григорий, и все-таки грех, грех, ну, не сбежать на моего все-таки. Он, как я уже говорила, есть и будет. Не сбежать. И все-таки, наверное, какой-то совет нам бы хотелось дать телезрителям, что больше читать, больше общаться. Вот именно в том кругу, где вы подчеркнете эту нужную, важную информацию. Что еще нужно делать, дабы избежать греха, дабы исправить ту ситуацию, когда чувствуешь, что ты уже творишь, что ты уже вытворяешь, вернее? Вытворяешь. Ну, практических советов тут, ну, какие они, весь этот список, в принципе, знают. Ну, да, придите в церковь, найдите человека, который выслушает, священник. Понятно, мы все должны выслушивать, но не всегда складывается ситуация таким образом, что в воскресный день, если вы без пяти минут службы пришли, то вряд ли вам смогут уделить время. То есть нужно и не раз, и не два прийти в церковь и, так сказать, пообщаться со священником. Лучше в свободное для вас обоих время. Лучше с священником, конечно, человеком грамотным. Ну, да, дело в том, плохо ли, хорошо ли, но, конечно, наиболее компетентные люди в церкви сейчас священники. То есть у нас институт Мирян в церкви не слишком развит. Так не должно быть, но оно так есть, исходим из того, что есть. Ну, и, конечно, да, почитайте. Слава Богу, живем в век информации. Потому что очень умиляют в плохом смысле люди, которые задают примитивнейшие вопросы. Просто достаточно заглянуть, набрать в поисковике, в Яндексе или в Гугле. Не заглядывайте в себя, думайте о себе. Это совсем, это да, это другое. Конечно, нужно жить в ладу с самим собой. Нужно быть честным с самим собой. Совесть, совесть, главный критерий человека, отец Григорий, совесть. Нужно быть с ним в ладу. Вы мне это говорите? Ну, конечно, да. Конечно, совесть, да. Честность. Честность по отношению к себе, она никогда не повредит. И дело даже не в том, насколько человек религиозен или нет. То есть, насколько он ответственен перед самим собой. Если он не хочет быть загнанным в угол обстоятельствами, ему придется быть честным. У нас звонок, отец Григорий. Мы слышим вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Простите, пожалуйста, я хотела задать вам вопрос. Как можно, правильно, может быть, я выражаюсь, неправильно, как можно прийти к своему духовнику? Прийти, в смысле найти? Найти, скорее всего. Найти, правильно. Найти своего духовника. Ну как? У нас была однажды программа такая, мы говорили об этом. Кто такой духовник? Давайте начнем с этого. И как его найти для себя? Духовник это просто тот человек, священник, с которым вы готовы делиться сокровенным. Все очень просто. А как его найти? А как вы находите друзей? Они, понимаете ли, сами находятся. Походите, посмотрите. Методом проб и ошибок. То есть вы найдете человека, близкого по духу, вы его почувствуете. Вот, наверное, и самый лучший критерий. А сейчас, Григорий, к сожалению, наша программа проходит к завершению. Что бы вы в финале нашей беседы сказали нашим телезрителям? Последствия греха же у нас так все было, да? Да, последствия греха. Они могут быть весьма плачевны. Я бы, я как-то говорил, что, ну, такую немножко провокативную фразу, люблю говорить, что нет греха, есть выбор и ответственность за его последствия. То есть если вы что-то делаете, то подумайте о том, во-первых, что это ваш личный выбор, это делаю именно я, а не обстоятельства меня заставляют. И, во-вторых, я буду расплачиваться за эти последствия непременно. То есть если вы готовы сделать выбор и готовы платить по счетам, Бога ради, совершайте грех. Ну, я в финале нашей беседы весьма серьезно хотела бы привести слова патриарха Кирилла по теме, которую мы сегодня обозначили. Господу было угодно создать мир таким разнообразным и каждого одарить своими дарами. И Бог будет спрашивать нас на суде не о том, большие дары мы получили или малые, а о том, какой плод мы принесли. Вы задумайтесь над этими словами. Ну и, как всегда, мы заканчиваем нашу программу словами вам хорошо знакомыми. Думайте, думайте, анализируйте и воспринимайте умом и сердцем все то, о чем мы говорим в нашей программе. Огромное вам спасибо, отец Григорий, за участие в этой программе. Вам спасибо, Наталья Георгиевна. Субтитры создавал DimaTorzok